привет друзья и добро пожаловать в мое новое видео в этом видео хочу показать вам как я оформила ежедневник на месяц октябрь напомню что я снимаю видео о том как можно оформить свой ежедневник если не умеешь рисовать и в этом месяце за тематику я выбрала грибочки потому что я очень люблю ходить за грибами и сейчас у нас много грибов в лесу поэтому решила выбрать за тематику грибы и на первом развороте я как всегда рисую от руки календарь и можно сразу видеть какая же будет тематика следующий разворот у меня как всегда это список одежды в котором я расписываю одежду которая буду одевать в течение этого месяца и дальше следующий разворот идет про уборку забыла здесь написать в четверг что я убираю но сейчас расскажу в общем я делаю уборку по дням каждый день я убираю одну зону в доме например понедельник это туалет вторник это спальня среда этот зал в четверг как видите забыто это коридор и пятница это кухня и ванная то есть такую еженедельную уборку я делю по зонам и делаю каждую каждый день одну зону и также у меня еще расписано что нужно сделать из генеральной уборки потому что в сентябре я уже большую часть сделала и вот все что осталось это в зале помыть лампу на кухне лампы холодильник и кофейная машина то есть и обычно я беру например во вторник я убираю спальню как еженедельно и могу выбрать что-то еще из генеральной уборки например помыть кофемашину следующий разворот это youtube здесь я расписываю видео которые у меня на канале выходят два раза в неделю я снимаю видео о том как я веду ежедневник и также о рецептах для правильного питания и на моем канале вы можете найти много всяких рецептов обязательно подписывайтесь на мой канал чтобы не пропускать эти видео как видите они выходят по два раза в неделю и можно найти много интересного следующий разворот это доходы и расходы сейчас цены везде дорожают и я думаю он довольно актуальный и мы должны также как и планировать например наши доходы и расходы и записывать чтобы понимать вообще мы вписываемся в наши расходы они вписываются ли в наши доходы или нет как я это делаю еще раз расскажу я расписываю все мои расходы например это постоянные расходы куда входят коммунальные за телефон может у кого-то за интернет свет газ и так далее дальше еда я расписываю по неделе то есть сколько я буду тратить на еду я записываю полностью я прихожу домой беру чек и расписываю сколько было потрачено на еду также стараюсь ставить лимит лимит я делаю в зависимости от прошлого месяца я например смотрю в прошлом месяце какую сумму я уложилась или с какую сумму я потратила на еду дальше анализирую возможно я потратила много и купила что-то лишнее возможно все было отлично так и надо беру в учет то что цены поднимаются ну и естественно ставлю лимит ну допустим я сейчас да так грубо говорю лимит 300 евро на еду в этот месяц дальше бытовые я расписываю отдельно опять же приходишь домой берешь чек и пишешь сколько ты потратил на досуг обязательно тоже да возможно бы вышли там покушать в кафе сходили куда-то в музее куда-то сходили погулять до заплатили за вход то есть это все идет в досуг дальше у меня идет другие это возможно вы купили что-то из одежды косметика ну какие-то штучки может быть для украшения декора дома то есть это все будет записано здесь в разделе другие и я записываю карманные деньги обычно я стараюсь их братья в виде наличных денег чтобы я могла знать потому что если все время расплативаются карточкой то можно и забыть сколько ты там купил кофе булочку еще что то обычно я беру например там 20 евро наличными ложу в кошелек у меня это как карманный до купил кофе купил булочку купил мороженое и чтобы это не записывать виду я записываю 20 евро взяла в карманы и я их тратю на трачу на такие мелочи в течение дня до что-то нужно купить там где-то что-то заплатить поэтому мне легче когда они в наличных да я могу записать 20 евро и их ими расплачивается если я буду везде платить карты то я могу забыть записать какое-то кофе да и один раз забыл второй раз забыл третий раз забыл и из этого уже появляется сумма которая потрачена и не записано не взята в учет также вы можете расписать любые вам нужные какие-то отделы например у вас есть машина да у меня я забыла здесь и записать то есть расходы на машинах за страховка это ремонт машины это топливо да то есть записывайте возможно у вас есть дети и вас есть расходы там на школу на какие-то тетрадки заплатили в школе не знаю за занавески еще что то то есть выйди подстраивайте под себя и дальше у меня есть вот я беру такой календарик это доходы где я расписываю какие у меня были доходы что я делаю в конце месяца естественно идет подсчет и смотрится сколько было доходы от доходов отнимаем расходы и таким образом понимаем осталось у нас что-то в плюсе или нет каждый месяц вы можете проанализировать вы можете пройтись посмотреть если ведете постоянный ежедневник насколько эти цены повысились допустим на коммунальные сравнить с прошлым годом и так далее это очень 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 такой полезный разворот и советую всем планировать свои расходы ну и дальше у меня уже идет разворот еженедельный я не буду о нем рассказывать вы можете у меня найти видео где написано разворот на каждую неделю и посмотреть да потому что как видите он у меня до конца еще не оформлен вот так вот друзья я веду свой ежедневник таким образом я оформила его на октябрь здесь такой как калаш в котором я использую всякие наклеечки также можно просто сделать вырезать например из газеты как я делаю грибочки я и рассказывала уже я просто выбираю тематику я распечатываю разукрашиваю и таким образом у меня он получает спасибо друзья за просмотр подписывайтесь на мой канал также можете в комментариях мне написать о чем бы вы хотели чтобы я сняла видео по поводу ведения ежедневника что вас интересует и я постараюсь вам снять видео на вас интересующую тему ну а сейчас я прощаюсь с вами всем пока и до скорых встреч